В имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодня, дорогие братья и сестры, в неделю 29 по 50-й Центе мы слышим Евангелие о Благодарении. И кратко сказать, нет ничего выше ни на земле, ни на небе, чем благодарить Господа. Это сверхъестественное добродетель, все добродетели сверхъестественные, все добродетели даются благодатью Божией. Ни одна из них не принадлежит человеческому естеству, в том числе, например, благодарность родителям и благодетелям. Но есть дела веры на этой лестнице добродетели, с которых начинается подвиг, и есть дела веры, которыми он венчается. Например, отречение от мира, услышание и смирение, чистота и целомудрие – это начало добродетели. Рассуждение духовное, и благодарность Богу, и милостынь, и молитва, и любовь Божия – это венец. И в молитве есть степень. Мы начинаем с прошения о здравии, об исцелении, как эти десять прокаженных Иисуса Наставнича, помилуй ины. Боят, болезнь смиряют, и они молятся действительно, в данном случае, едиными устами и одним сердцем. Это молитва, прошу заметить, не коллективистская, не общинная. Это молитва личная. Но смирение состоит в том, что личную молитву ты подчиняешь, в данном случае, общественной молитве. И произносишь то, что произносят и другие, что Бог положил на сердце каждому из здесь стоящих. В этом заключается учение об общественной молитве богослужения православной церкви. Это не молитва общины, как нас учат обновленцы и модернисты. Это личная молитва. Но молитва личная, подчиненная тому, что церковь, чадолюбивая мать, вложила Духом Святым каждому и угодным, чтобы эта молитва возносилась от лица всей церкви. И вот эти десять прокажен. Такие. и нет ничего легче, чем просить о насущной нужде. Хлеб наш насущный дашь нам внесть. или Иисусе наставниче, помилуя иное, когда все кровоточит, и когда сама плоть вопиед, в которой душа соединена с этим бренным телом, не может разрешиться до времени от него. То есть душа чувствует боль и воспринимает боль. Не тело болит, а душа у болящего человека. И эта молитва вполне душевная. Но Господь ей дает благодать Духа Святаго. в чем она состоит? В том, что чувствуя эту боль настоящую, горькую, человек умом воспаряет, преодолевая эту боль к источнику жизни и простирает к нему прошение. Он не упивает со своей боли, не не будем об этом говорить. А подымаются на дне. Так же и всякие просящие. Голоден ли кто? Просит. О пище? Жаждет ли кто? О пяти? Беден ли кто? О деньгах? Бескровный ли кто? О квартире? Бездетен ли кто? О детях? Ищет ли кто супружество? О доброй жене? Это боль души. Если она на правильном месте, если человек правильно просит, безропотно и очистив совесть свою, то такое прошение уже возносит душу. И они, когда молились, были на очень большой высоте. Иисусе наставниче, помилуй на них. И в том числе тот единственный, который оказался достоин этой молитвы. Господь показывает, когда говорит, дерзая чадо, вера твоя спаси в тех, что и у тех была вера. И тем было дано благодатью Духа Святаго так взмолиться, что молитва была удовлетворена, что Бог презрел на эту молитву. Тайно. Не сказал, исцеляю вас, а послов. Пойдите к священникам, покажитесь. И здесь, братья и сестры, и здесь, в душе моя окаянная, не должна ты никогда останавливаться на на достигнутом. Ну, нехорошо сказать на достигнутом, потому что, говорит апостол, не я, а благодать Божия со мной. Но возьмем слово апостольское. Забывая заднее, простираться в переднее. А как это бывает? Только когда душа находится воистину на вершине, на острие, на лезвии. Когда видит себя нищий, ничего не приобретший, бедствующий. И тогда продолжает простирать очи свои, подателю всяческих благ, к источнику, благостыню, к исцелителю, к врачу души телес. А здесь нет. Получив просимое, развернулись, и пали, пали опять в естество свое падше, потому что это удобно и подсказывается самим естеством, но ему нельзя верить в этом случае. Действительно, когда мы просим, нужно сходить глубже, чем болезнь, глубже, чем любое обстоятельство, из которого просим. Из глубины возглав к Тебе, Господи, сказано, Господи, услыши гласно, превозноситься даже над самой болезнью в самой болезни. Ну, конечно, где это взять? Мы, по большей части, когда болеем, когда мучаемся, когда испытываем неприятности от начальства или угрозу потери близких или клевету в свой адрес, каких только нет искушений и ужасов для бедствующей души христианской, то, видя это грозное стремление на нас, ополчение на нас и нашего собственного тела, естества нашего падшего и дьявола, и всего мира. Конечно, душа плачет и молится, как бы загнанная в угол. И сам Бог помогает молиться в такой ситуации, и как бы все за тебя здесь. И само естество не против такой молитвы. И искушение стоит в том, что мы сливаемся с этим естеством. Наше возношение к Богу перестает быть благодатным, сверхъестественным. А становится как бы криком нашей души. Ну, выражаясь этим современным языком, но я не буду. Экзистенциально наше это не будем. Мы даже упоминать таких слов. как бы из нашего, из этой экзистенции, это по латыни сущность. Значит, вот молитва как бы единосущная нам. Но это не так. Это не так. Молитва только от Бога дается. И обратиться ко Господу Богу с молитвой, только Богом дается. Но человек не бережет этот дар. Приписывает себе эту молитву. А дальше получается, что как только ты получил просимое от Бога, твоя вот эта самая экзистенция изменилась, ты уже не болящий, а, например, здоровый, как вот эти вот прокаженные бывшие уже. Они исцелились, они здоровые. Но и они не могут больше молиться, потому что их вот эта самая сущность, их эта самая экзистенция, она теперь другая, и она говорит о другом. И мы, если будем по жизни идти вот так, плыть по течению, извлекая из себя нечто, равное самим себе, всегда будем предателем, всегда будем ужить сами, никогда не устоим в истине. Потому что христианство состоит в том, чтобы не плыть по течению, не верить этой своей экзистенции, этой своей сущности, и себя с ней не сливать и не смешивать. И в этом состоит нищета духовная. именно в этом смирение. И вот один из десяти, у него, значит, была вот такая молитва, не экзистенциальная, не из своей собственной сущности, а от ума и сердца, благодати Божьей, к источнику жизни и бессмертия. Поэтому для него ничего не значило. Духовно, телесно, конечно, очень многое значило, что он исцелился. А духовно, духовно, только укрепило его любовь к подателю благ. И получается, братья и сестры, что молитва благодарная, молитва благодарения для нас, грешных и падших, гораздо труднее, чем молитва просительная. Потому что требует явного выхода из естества. «Ты благодаришь, зато обращаешься мыслью к тому, чего уже нет. Было и прошло. А попробуй». Память-то короткая. Это же касается молитвы за наших покойников. И вообще всего того, что изменяется во времени. Короткая память. А у Бога вечная память. И кто не научился благодарить Господа, тот ничему никогда, никакого покаяния не может быть у такого человека. Потому что вся жизнь христианская состоит в том, чтобы благодарить Господу. Воспоминания Его страстей и искупления и оправдания совершенного на Голгофе, отрывавшего нам жизнь вечную, подписавшего ее своей кровью и давшего нам, снабдившего нас таинством, сверхъестественной благодати. Чтобы мы не умерли. Чтобы мы жили. И это требует постоянного поучения, воспоминания, сосредоточенного, уединенного уединенного. Вот с этим самым выходом из себя. Что такое настоящее поучение в Слове Божьем? Догматы, заповеди, испытание совести своей. Что такое настоящее молитв? И это выход из себя. Это с одной стороны человек соединяет ум и сердце, весьма тонко и точно сосредотачиваясь в себе. Перед лицом невидимого Бога. Испытывая страх и трепет. И становясь подсудным, не судящим, а подсудным Слову Божьему. давая Ему себя судить. И с другой стороны Господь, если могу, дает такой душе благодать видеть незримым и непостижимым. Верую и благодатью, надежду и любовь. И только так можно спастись. Больше никого. Только так. Потому что сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. и сеющий вечную жизнь, бессмертию, пожинает. пожинает. от духа воскресенье, первенцем которого является Господь. не все мы умрем, но все изменимся. и об этом говорит нам Священное Писание. в в этом надо поучаться. Как же быть с благодарностью, братья и сестры? Господь очень ее ищет. И десять ли очистились, где ведь где. благодарение мы по силе приносим, как в песне Амросия Медиаланского или в Тропарях и Кандаках благодарственных. Действительно, благодарить трудно. Это выход из времени мимо текущего. это по сути пренебрежение тем, что уже есть. Но ведь человек говорит себе, ну я же уже здоров, так оно и должно быть, это же я, это же я сам. И он не может найти место для благодарной молитвы. Потому что все подсказывает, что все хорошо, все нормально. благодарность это все ненормально. Когда оно было, сейчас его нет. нет. И ты не можешь вернуть то, что было. Так устроена жизнь человеческая. и благодарность Богу. Это даже не возвращение в то, что было, которого не вернешь. это не так сказать, не реминистанция. Нет. Это не воспоминание о том, что было. Нет. Это созерцание. Это созерцание милости Божьей. И умиление души перед ним. Поэтому и на литургии, когда мы благодарим Господа, Который единую себе принес, яко приношение отсутствием, призна заколается, освящая причащающийся. И мы, и священник, который всю жизнь благодарит, что удостоен во внутреннее за завесу войти, зритель, самозрачный лице святого возношения. В нити во внутреннее за завесу. Он видит и умиляется, что вот оно, это возношение единое себе принес. Один, единственный раз, значит, на долгое себя принес, яко приношение Отцу Своему Твоя, Твоих, Тебе приносящих, сам себе священнодействие. Но пресно заколается, то есть постоянно заколается в литургии, освящая причащающийся. Вот пойми, это как это, это таинство, но непостижимое. оно непостижимое. И это надо постичь. И вот отсюда слезы, отсюда благодарность, отсюда потрясение души. И к этому призваны мы с вами каждый лично. И все. не не ничего не будет. Ты не сможешь ничего удержать. И покойников всех забудешь своих. И отцу и матери не будешь благодарен, когда они состарятся. Например, в деменцию упадут, и ты будешь уже ими, не хочу говорить уже. Не то, что внушаться, а так. Не так уважать, как в детстве. Почему? Да потому, что человек не может запомнить. мы пытаемся, конечно, архивируем, запоминаем, записываем, фотографируем, на видео снимаем. Но это все сгорит. Возгревать себе благодарность через это можно, конечно. конечно. Но по сути нет, не получится. Надо молиться Богу. От Него благодарность. Только от Него, братья и сестры. Надо молиться Богу, чтоб дал молитву. Чтоб дал благодарность. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Аминь. Благодаря. Поехали. Гринь. 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 Спасибо.